Девушки отдыхают Благословения толковать Помимо благословений тут есть еще кое-что То, что мы не всегда любим открывать и читать Но оно тут есть, куда денешься Заклеивать страницы Писания мы не будем И поэтому прочитаем И заповедал Маше и старейшины сынов Израилевых народу, говоря Исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне И когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог твой дает тебе Тогда поставь себе большие камни и обмаж их известью И напиши на камнях сих все слова закона сего Когда перейдешь Иордан, чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе В землю, где течет молоко и мед Как говорил тебе Господь Бог отцов твоих Когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как я повелеваю вам сегодня на горе Гевал И обмажьте их известью и устрой там жертвенник Господу Богу твоему Жертвенник из камней, не поднимая на них железа Из камней цельных устрой жертвенник Господа Бога твоего И возноси на нем все сожжения Господу Богу твоему И приноси жертвы мирные И ешь там и веселись пред Господом Богом твоим И напиши на камнях все слова закона сего Очень явственно И сказал Моисей и священник и левитый всему Израилю Говоря, внимай и слушай, Израиль В день сей ты сделался народом Господа Бога твоего Итак, слушай глаза Господа Бога твоего И исполняй заповеди его И постановления его, которые заповедую тебе сегодня И заповедал Моше народу в день Тот говоря И дальше перечисляется, перечисляется Я перескакиваю на 15 стих Но до этого давайте сделаем чуть-чуть остановку И в контексте поговорим о самом начале Здесь мы видим, так говорит Писание, что вот начинается народ Начинается народ почему? Что делает народ народом? Сегодня спорят, когда принимают законы Израиля По каким принципам давать человеку паспорт, гражданство По каким принципам считать человека частью народа Здесь указан библейский принцип Те, кто решил идти за Господом Те, кто решил исполнять повеления Господа Кто посвятил себя этому Их Господь делает народом своим И у нас есть интересная метафора Где еще мы видим историю про камни? Когда говорится Из этих камней я построю Господь говорит о доме своем Господь говорит о куфомашеях И Господь тогда о камнях говорит о нас с вами Он говорит, что мы с вами те камни Из которых он будет созидать Вот этот окончательный, абсолютный, величественный храм Поклонения ему И если мы возьмем эту параллель То тут мы видим во второзаконии Что на этих камнях написаны Ясно Писание говорит, ясно напиши Слова Господни Повеления Господни Принципы Господни И если мы берем себя, как эти камни То тогда мы должны быть ясным Не двусмысленным Однозначным представлением повелений Господа И мы читаем теперь дальше С 15-го Проклят, кто сделает из военный или литой кумир Мерзость пред Господом произведения рук художника И поставит его в тайном месте Весь народ возгласит и скажет аминь То есть Не имеется это, что картину художник нарисовал А объект поклонения Другими словами Не поклоняйтесь ничему другому Кроме поклонения Господу И мы с вами знаем, об этом говорилось не раз И с этой кафедры Да и вы все уже не раз читали И знаете, что далеко не всегда это истукан Далеко не всегда это какой-то такой элемент Мы недавно говорили на домашней группе А кто-то вспомнил Вот есть там талисманы, обереги и так далее Все это тоже часть идолопоклонства Все, что не основано на поклонении Господу Все, что не основано на силе Всевышнего По сути, это вот такой идол Знаете, что, почему люди любят идолы? Потому что идол это карманный, удобный Бог Когда он тебе нужен, ты его достал, протер, поставил на полочку Он тебе сим-сим, алабим, абракадабра, что-то исполнил Потом, когда не надо, там делаешь что-то непотребное в доме Повернул его лицом к стене И все нормально, все удобно Человеку это нравится Вот есть золотой телец, там Пошел куда-то машина гору болтать А мы пока быстренько собрали украшение Сбасали золотого телца Он же наш, мы его сделали Творение рук человеческих И здесь все понятно Дальше идем Проклят злословящий отца своего или мать свою И весь народ скажет аминь Вообще само слово проклятие, знаете, у нас Особенно, вот я помню 90-е, кто застал Когда были всякие видеосалоны И там показывали там проклятие древних Там какой-нибудь ужастик такой Второсорной категории Б И ты представляешь, ага, там кто-то нашептал Кому-то на ухо какой-то там индийский колдун И вот оно проклятие Знаете, проклятие это не что-то мистическое Вот такое оккультное, не только это Проклятие это добровольный выход Из-под повелений Господня То есть то, что часть клятвы Господа нам И ты добровольно из этого выходишь И для этого не обязательно, чтобы кто-то там проклял Человек проклинает сам себя Лишая себя благословений Божьих Выходя из-под покрова Божьего Оставляя то, что Господь доверил ему Человек проклинает себя Вспомните историю, когда бежал Иона, пророк И когда он бежал от воли Божьей на корабле Поднялась буря И матросы думают, да что происходит Наверное, какое-то проклятие Трясся какая-то И тут Иона признается Ну, дело в том, ребята, что я вообще пророк Бога Всевышнего Бог мне сказал двигаться в одном направлении А я на вашем корабле решил двигаться в другом Ну, те ребята правильно поступили Думаем, ну, уйдем из-под проклятия Швырнули пророка за борт Чтобы он был в правильном направлении И проклятие прошло Потому что они вернулись На тот путь, которым должны были идти То есть, когда мы выходим Из-под Божьего повеления Мы сами себя Ставим под это проклятие И Писание говорит Проклят всякий Злословище отца своего Или мати свою Это понятно Мы почитаем тех, кто дал нам жизнь Кто дал нам любовь Кто дал нам воспитание И даже когда мы с ними не согласны А сейчас такое время, когда часто Бывают вот эти вот стычки Бывают конфликты И я понимаю, что иногда Наше мнение о многом расходится С мнением родителей Но Писание говорит все равно Уважать, почитать, любить Заботиться Дальше Проклят, нарушающий Межи ближнего своего Актуальное место Писания? Ох, как актуально сейчас Проклят всякий Не мы его проклинаем Не какие-то там Жители той межи его проклинают Он сам становится под проклятие Нарушая ту границу Ту красную черту Которую провел Господь Потому что Господь даровал этому ближнему землю Как Господь даровал Израилю землю И сегодня, если кто-то Входит на землю Израиля с войной И говорит А на самом деле это наша земля Но извините, ребята Не мы вас потом убиваем Не мы вам потом устраиваем Вы сами это делаете Вы становитесь под проклятием Не нарушай Межи Ближнего своего Потому что Эти межи Не просто дал Господь А дал труд этого человека Дало время этого человека Знаете, почему Воровство тоже проклятие? Потому что Один человек Тратил свою жизнь Тратил время этой жизни Для того, чтобы Заработать какое-то благо А другой за пять минут Взял и украл это Другими словами Он украл Не машину угнал Из-под подъезда Он угнал десять лет жизни Этого человека Которую тот потратил Чтобы купить эту машину Это очень Это очень Важно Это очень сильно Когда ты нарушаешь Межи Брата своего Ты На самом деле Становишься под сильное Проклятие Господа Потому что Господь все равно Вернет эти межи На ту часть Где они должны быть Просто будет Болезненный урок Дальше Проклят Кто слепого Сбивает с пути И весь народ Скажет аминь Слепой ведет слепого Это часто Но иногда Слепой человек Мы Не говорим здесь Только о физической слепоте Духовная слепота Как часто Послушайте Как часто Мы людей ведем Не за Господом А за Своим пониманием Господа За собой Как часто Мы людей приглашаем Не к Господу А в свою церковь В свою общину В свою конфессию Как часто Мы На самом деле Да Слава Богу Если у вас все хорошо Прекрасная церковь Прекрасная община И это здорово Но Если человек идет За вами А не за Богом Однажды будет момент Когда он приткнется Обязательно Потому что Мы люди Потому что У нас всякое бывает Потому что Извините Но Всякие искушения Приходят От этого Никуда не деться Хороший человек Кается Поднимается Писание говорит Бог праведника Семь раз поднимет Но в течение Этих семи Падений И Вставаний Не каждый Поднимется За тобой Светом Кто шел рядом Кто смотрел Не на Бога А на тебя Не всякий Поднимется Эти семь раз Вместе с тобой Да Может быть Тебе Господь Дал силу И История Существования Общины История существования Последователей Господа К сожалению Показывает нам Немало примеров Когда Сильные Так называемые Генералы Божьи Падали И Уводили За собой В это Глубокое Духовное Питье Целая Община И Писание Здесь Говорит Проклят Кто Слепого Сбивает С пути И Нам Надо Признать Не у Всех У нас Стопроцентное Зрение Я Говорю Не о Бачках Не у Всех У нас Мы Нуждаемся В том Чтобы Идти За тем Кто Да Видит И Пока Мы И Другие Ведут За Господом За Теми Словами Которые Господь Говорит Мы Направляем И себя И слепых Рядом Которые Постепенно Становятся Все более И более Зрячими Но Если Мы Начинаем Вести От Слов Господа К Каким-то Благом К Процветанию К Исцелению Это Все Неплохо Но Это Не Совсем Та Цель Куда Господь Хочет Чтобы Мы Шли Дальше Проклят Час Сталкиваешься С тем Что Одни и те Же Вещи В разных Странах Понимаются По-разному Где-то Тоже Крещение Или Погружение Которое Для нас Ну Абсолютно Ясно Что это Полное Погружение В воду А там Делают Крапление Или Где-то Принимают Причастие Тирошем И мацой Как у нас А где-то Вином И хлебом А где-то Рыбой И молоком А где-то Еще чем-то И Вы знаете Первое Желание Наше Научить Людей Как правильно В кавычках Потому что Мы так Делаем И может быть Для нас Оно Да Правильно Но это Не значит Что все Что правильно Для нас Автоматически Для всякого Пришельца Будет Правильно Или по крайней мере Правильно Сейчас Может быть Ему нужно Время Чтобы чуть-чуть Понять твою Культуру Чтобы чуть-чуть Где-то Свои углы Подрезать Где-то К твоим углам Попривыкнуть Пришелец Человек Из другой Культуры Из другого Народа Он Требует Открытого Сердца Чтобы мы Готовы были Говорить На Его Языке И Часто Бывает Когда Ты говоришь Человеком На одном Языке А он Тебя Не понимает Ты уверен Что так Правильно Я вам уже Приводил Пример Приведу Еще раз Кто-то Может быть Не слышал Про Хиросиму И Нагасаки Когда Ультиматум Американцы Поставили Японцам Для того Чтобы они Закончили Войну Они сидели За столом Переговоров Генерал Маккартов Сказал Мы требуем Немедленную Капитуляцию Чтобы вы Полностью Сложили оружие Иначе мы Нанесем Сильный удар И речь Шла Ядерная Бомбардировка И Японцы Послушали Молча Встали И ушли В американской Культуре Ну как и в нашей Наверное Если тебя Послушали И никаких Эмоций Не проявили Молча Встали И ушли Из-за стола Ну Сыны Кумерфу Да То есть Время Обижаться И американцы Так и поняли Значит Нас послали Куда подальше И сбросили Бомбы Но в японской Культуре Это означало Безоговорочную Капитуляцию Это значит Что им нечего Сказать Кроме того Чтобы сдаться На милость Победителя И вот Такие какие-то Элементы И потом 60 тысяч Жертв Какие-то Маленькие Элементы И они Меняют Все Контекст Поэтому Пришелец Отнестись С терпением Сирота Привратно Судят Привратно Судят Сироту Сирота Человек Без отца И матери У которого Может быть Нет какого-то Бэкграунда Нету Семейных Традиций Нету Каких-то Привычек Выработанных Годами В семье И ты Начинаешь Его судить За то Что он Опять-таки Не такой Как ты За то Что у него Нету Того Что твоя Мама И папа Тебе дали Потому что Ты привык С утра Начинать Допустим С чтения Псалма И молитвы А он С утра Сразу Бежит В холодильник Проверить Колбаса На месте Или нет И Вот Не судить Принять Явить Любовь Может быть Он ваши Традиции Возьмет А может быть Останется При своих Но доколе Он будет Вместе С вами Служить Господу Богу Авраама Исаака Иакова Это ваш Сирота Родной Уже Уже Не сирота Уже Свой Родной Вдову Вдова Часто Мы тоже Осуждаем Какого-то Человека Который Остался Один Да Он Где-то Привык Что ему Помогают Что его Поддерживают А тут Вдруг Раз И все Закончилось И Помните Историю Когда В первой Общине Делили Еду И некоторые Вдовы Оставались Без обеспечения Пришлось Специальных Духовных Людей Дьяконов Брать Рукополагать Которые Будут Покрывать Нужды Эти Вдов То есть Вот эти Слабые Элементарные Какие-то Нужды Мы должны Быть В силе Их покрыть И Господь Учит 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 Всему этому И это все Происходит еще До того Как Эти люди Как этот народ Вот он Формируется То есть Вот это То ядро Вокруг Которого Формируется Народ Которое Делает Народ Народом Даже Не язык Даже Не Гимн Национальный Даже Не флаг Какой-то Общий А Вот эти Общие Ценности И когда Мы смотрим На одни Народы И видим Что у них Ценность Свобода Ценность Стремления К благу Для каждого Мы восхищаемся Таким народом Мы хотим Быть Частью Его Интересно В интернете Ходит Мем Такой Говорят Вы знаете Вот англичане Странный Народ Никому Не навязывают Свой Язык Не ходят С танками К соседям Для того Чтобы те Учили Их Язык А все Почему-то Сами Идут И учат Английский Зачем-то Ну потому Что все Говорят На английском Потому Что их Культура Стала Лива Франка Общим Языком Общения Открытым Для всех Желанным Для всех Интересным Для всех Слушай Сделай Свою Культуру Такой же Желанной Интересной Чтобы люди Сами Приходили К тебе И говорили Мы хотим Приложиться К народу Твоему И тогда Будут расти Общины И тогда Будут расти Наши Благосостояния Потому Что все Будут хотеть Стать частью Как царица Савская Которая Проделала Немалый Путь Чтобы увидеть Славу Соломона Нам нужна Слава Соломона Нам нужны Вот эти Высокие Стандарты Божьих Принципов Которые Здесь Во Второзаконе Господь Излагает Народу Израилю И У нас есть Еще одно Искрашение Последнее Что я скажу Мне Со вчерашнего дня Я очень хотел Именно это Сказать Я услышал Такую фразу Меня она Коснулась Сердца Может быть Кого-то из вас Тоже коснется Один человек Он сказал Вы знаете Что Когда мы Детьми Гуляем во дворе Прыгаем По крышам Гаража И Какие-то Друзья Нас зовут Выходи Выходи Гулять Мы там Идем Гуляем Помните Наверное у всех Были такие Друзья Такие моменты Никто Ни из нас Не знает Что в один Из этих дней Мы бегаем Прыгаем С друзьями Но это Последний день Однажды Будет Последний день Детства Мы хотели Любили В походы Ходить И Я ждал Этого Каждого Похода Но Однажды Был последний Поход С молодежи Того Время Да Может быть Я пойду Еще в Какой-то С кем-то Но Это Будет Уже Не то И Вот Здесь Когда Господь Собрал Этих Людей Когда Он Им Все Это Говорит Маше Говорит Это Все Они Может Быть Думали Ну Еще Маше Не раз Нам Скажет Но Это Маше Последние Вещи Которые Он Говорит Потом Это Последние Вещи Перед тем Как Уже Войти И Обосноваться А Потом Последние Вещи Когда Господь Собирает Учеников Когда Он Говорит Про Камни Говорит Я Соберу Вас И Возможно Эти Ученики Слушали И Думали Ну Еще Не раз Мы С Господом Об Это Поговорим Да Но Уже Не Так Уже Не Лично Уже Не Близко Друг К Друг Мы Должны Ценить И Мы Должны Стараться Исполнить Какие То Вещи Пока Мы Еще Здесь И Тогда Возможно Наши Дети Не Будут Сиротами И Тогда Мы Будем Счастью Той Славы Которой Захотят Присоединиться Другие И Тем Народам У Которого Господь Есть Бог Амин